Мало кто из животных внушает больший страх, чем крысы. Будучи символом смерти и эпидемий, они преследуют нас в ночных кошмарах и карабкаются по стенам, волоча за собой свои чешуйчатые хвосты. Они ежегодно наносят ущерб на миллиарды долларов и являются причиной эпидемии чумы, порчи продуктов питания, проводки и даже кусают младенца в кроватках. Но вместе с этим нельзя недооценивать их пользу для человечества. Предлагаем вам некоторые интересные факты о наших отвратительных соседях в животном мире. Хотя в мире существует множество видов крыс, у большинства людей они ассоциируются только с одним видом. Это норвежская коричневая крыса, которая происходит из Китая. Самые крупные представители этого вида могут весить до одного килограмма. Эти крысы буквально заполонили такие города, как Нью-Йорк, где их насчитывается от 100 тысяч до 100 миллионов особей, и Лондон, где они завладели практически каждым углом. И такая ситуация складывается по всему миру. Они не встречаются разве что в Арктике, Антарктике, канадской провинции Альберта и сумчатой Новой Зеландии. Белые крысы-альбиносы, используемые в лабораториях и содержащиеся в качестве домашних животных, являются одомашними представителями этого вида. В борьбе за выживание коричневые крысы сильно сократили популяцию черных крыс. И в наши дни черные крысы предпочитают в основном тропические места обитания. Однако, много лет назад именно они господствовали в Европе, пока их не сменили коричневые крысы. Именно черные крысы стали переносчиками черной чумы. Блохи, которые живут в шерсти крыс, переносят опасные бактерии и заражают миллионы ничего не подозревающих жертв. Черная крыса – отличный альпинист, и именно крысы разоряют множество птичьих гнезд по всему миру. На данный момент черные крысы населяют Новую Зеландию. В отличие от своих коричневых собратьев, черные крысы могут резко увеличивать свою популяцию, особенно во время сбора урожая, когда пища в изобилии. Практически невозможно полностью защитить ваш дом от крыс. Они способны пролезать в отверстия, которые меньше их собственного размера в четыре раза. По шкале Моаса зубы крысы тверже железа и стали, и с легкостью прогрызают такие материалы, как дерево и шелкоблок. Если уж они обосновались в доме, то избавиться от них – это задача не из легких. Крысы чрезвычайно умные и обходят ловушки с легкостью. Поймать их практически невозможно, а у крысиного яда есть свои недостатки. Он опасен для детей и домашних животных, и даже если вы добьетесь успеха и отравите крыс, вам от них все равно не избавиться, поскольку крысы забиваются в щели и стены дома, чтобы там умереть. В вашем доме на долгое время будет присутствовать запах разлагающейся плоти. Высокая степень распространенности крыс в мире не является просто удачным стечением обстоятельств. Они способны адаптироваться к любой среде обитания без особого труда. Крысы способны обойтись без воды дольше, чем верблюд. Крыса может упасть с высоты пятого этажа и не получить травм. Крысы могут выжить после огромной дозы радиации и проплыть около километра в открытой воде. В ходе их борьбы за выживание, у них выработался иммунитет к некоторым ядам. А огромные канализационные крысы способны обратить обычную кошку в паническое бегство. Для тех, кто боится грузунов, гамбийская сумчатая крыса стала бы абсолютным кошмаром. Внешне похожие на норвежских крыс, эти грузуны достигают веса в полтора килограмма. В Африке их мясо даже считается мясом диких животных. Но благодаря их уму и покладистому нраву их часто используют для обнаружения мин. Несмотря на то, что они являются великанами по крысиным меркам, они недостаточно тяжелые для детонации мины. Гамбийская сумчатая крыса отлично показала себя в определении туберкулеза пациентов. Обследовав мокроту пациента, крыса, в отличие от лабораторных исследований, может намного раньше определить наличие инфекции. Несмотря на неприятный вид, крыса очень дружелюбная и становится очень популярным домашним животным. В США владение крысой было запрещено после того, как была доказана роль крысы в переносе обезьяньи оспы. Мы можем бояться крыс, мы можем разводить крыс, мы можем любить крыс, но нам от них никуда не деться. Продолжение следует...